Всем добрый день, я Зейв Рубинс, мы продолжаем наше изучение 13 принципов Рамбома. Мы на третьем принципе, принцип бестелесности. Мы весь прошлый урок почти посвятили изучению, как Рамбом писал много-много глав в первой части «Поделитель озаблудших», объясняя смысл этих всех антропоморфизмов, очеловечиваний Всевышнего в тексте, что это не напрямую. Ибо везде одна и та же мысль, это метафора, это метафора, это метафора. Сегодня мы, как и обещали на вопрос Тани, а как же ведь написано по образу и подобию сотворил он его? Это чрезвычайно важный вопрос, и Рамбом, если честно, начинает свою книгу «Поделитель озаблудших» прямо с этого вопроса. Первая глава, у него там есть несколько предисловий, нокий предисловий, мы поднимаем это в скобках, тем не менее, первая глава первой части «Поделитель озаблудших» – это именно фронтально Рамбом отвечает на вопрос «А как же так?» И это то, что мы уже читали, что Рамбом говорит напрямую, основа вот этих вот очеловечиваний Всевышнего – это первая глава Торы, где написано «По образу и подобию сотворим человека». Поэтому мы сегодня сначала посмотрим, что нам говорят Раши и другие комментаторы, а потом посмотрим, что Рамбом хочет сказать в первой главе, самой первой. То есть это чрезвычайно важный вопрос. Итак, мы в Торе, первая глава, Берешит 1, у нас Тора, под конец, пятый день. Пятый день. И увидел Бог, что хорошо, предложение 26, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему, о, вот он образ, по подобию нашему, и довлавствует человек над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, примыкающимися, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил он. И благословил их Бога, и сказал Бог, плодите, смажайте, смажайте землю, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, сразу, как говорится, чуточку забежим вперед. И Рамбом пишет, пишет так. Логика антропомофистов проста. Сказано, что человек – образ Бога. Значит, зная, что такое человек, мы можем сделать вывод о том, что такое Бог. Обратная логика, некая рекурсия. Но, замечает Маймонит, не говоря уже о логической порочности подобного умозаключения, это неверно логически, что зная, что такой человек, мы знаем, что такое Бог. Это не работает, как в математике, справа налево, слева направо, то же самое. Это не в логике, там другие правила. Это не тождественность. Они, кроме проблемности этого выражения, что зная, что такой человек, мы знаем, что такое Бог, они антропомофисты, ошибаются в исходной посылке. Какой? Они не знают, что такое человек. О! Они не знают, что такое человек. Окей. Значит, поэтому мы сейчас пойдем в Тору и, значит, возьмем микрот Гдаллот и посмотрим, что у нас разные комментаторы говорят на вот это вот по образу и подобию. Итак, Раши. Начнем с Раши, основной комментатор на Тору. Предложение 26, как мы сказали, первая глава. Сделаем человека. То есть здесь поначалу в первом задстве Раши комментирует, сделаем на осе, а дам во множественном числе. Почему не в единственном множественном? Отсюда, из множественности, что Бог говорит в целом, не только я сделаю человека, но и мы сделаем человека. Отсюда сделали вывод о кроткости, о скромности Пресвятого. Что значит? Поскольку человек подобен ангелам, увидим сейчас, в чем он подобен, в чем нет, и тем, что он подобен к ангелам, человек вызывает к себе зависть, то он, Пресвятой, держал с ними совет с Ангелами. Так согласно Талмуду Санбюм 38 Амудбет. И когда он, Всевышний, судит царя, он держит царь со своей свитой небесной, это мы видели у Йова, да? Вот это делегация ангелов. Так говорит Нидараштан Хума. И так мы находим случай с Ахавом, которому Михаил сказал, мы читали эту историю после книги Йова. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, все воинство небесное стало при нем справа и слева от него. То есть там вышел Дух и сказал, кто соблазнит, это был Дух Ахава, как пишут Дух Навота из Израиля. Мы все это уже проходили. Но разве у него, у Всевышнего, есть правая-левая сторона? Литорический вопрос. Однако это означает, что справа защищают, а слева обвиняют. Окей, это кабала, не будем сейчас сдаваться. И так же, по определению ангелов решения, по речению святых приговоров. Это цитата с урока Даниэля, 4 глава, 14 предложения. Так и здесь, в крестотворении человека, он, Пресвятой, держал совет и спросил согласие своей свиты. «Сказал он им, ангелам, среди высших миров есть по-моему подобию, это ангелы, и среди низших миров не будет никого нет по-моему подобию». Да, литрический вопрос. Не может быть. Нужно создать кого-то в низших мирах подобного Всевышнему, это человек. Мы пытаемся понять, что это за подобие. В скобках, опять-таки, что говорит Медраш нам, значит, на этот совет, что Всевышний спросил совета ангелов создавать человека или нет. Сказал он ему, конечно, не создавай, это даже не вопрос. Сказал ангелу, кулок тата, кулок мирма, человек постоянно ссорится, ругается с людьми своими, постоянно обманывает. Нет смысла его создавать. Нет смысла его создавать. Значит, что сделал Всевышний, это таки Медрашаба. Что сделал Всевышний, он, значит, этих ангелов, от советчиков создания, не создания человека, значит, кинул плашмя землю, пока они там приходили в себя, создал человека. Это то, что сказано о Медмиар-цисмах. Правда сквозь землю прорастет. Что действительно, возможно, по правде и не нужно было создавать человека. Что он человек далек от идеала, да, то есть ангелы не совсем говорили неверные вещи. Да, но тем не менее, значит, Всевышний с ним и советуется, и отсюда Танхума Медраша заключает, что так же, как он при святой советуется, заранее зная ответ, так и великие люди должны советоваться с малыми. Пусть они знают, что совет, возможно, будет неправильный, нужно коллективное руководство, да. Не мы, Николай II, я один за всех, а мы совместно советуемся и решаем. Итак, создадим человека, здесь уже опять-таки раш идет не на множественное число создадим, а человека, комментирую слово человек, хотя ему, Всевышнему, не помогали в создании человека. Здесь он отрицает, что создадим человек с кем-то, Всевышний с кем-то копировался, увидим, что Клиокар говорит на эту тему. И хотя это, потребление множественного числа, может позвать вероотступникам, еретикам, предлогам для бунта, можно подумать, что Всевышний больше, чем один, это не так. Стих, это вот предложение 26-е, не отказывается учить благоприличию и скромность, чтобы великий советовался с малым. Это то, что я пересказал, чтобы просили его и просил его согласия. То есть, в идеале, нужно вещи решать концензусно. Опять-таки, присотворение человека концензуса не получалось, Ангелы против, тогда Всевышний применил свою власть. Но в идеале, опять-таки, если все согласны, что все согласны, и создаем что-то, делаем что-то концензуально. Если бы было написано, Раши приводит к ей причастный оборот, если бы создаю я человека, я один не создадим, а я создам человека, решили бы мы, люди, что он, Пресвотой, верил самим собой. Это уже как-то, возможно, и подозрительно, да? У нас сегодня люди, которые верят сами собой, и условия, что человек не говорит с мобильником, можно подумать разные вещи. Подумали бы мы, что Всевышний говорит сам с собой, а не со своей судебной палатой, своими ангелами. А в качестве ответа вероотступникам и еретикам сказано, вслед за этим дворчистым предложением и сотворил Бог человека, и не сказано, и сотворили. О, это вот здесь, значит, конец Медрашаба, который, значит, Раши приводит, что чтобы отступники и еретики не слишком, значит, воображали, что не понимают Писание, то в конце, значит, сотворение человека, следующее предложение, 27-ое, написано «И сотворил». «Ваевраши мулакиметадам». «Сотворил» в единственном числе. Но, однако, нас интересуют образ и подобие. Да, неужели вот человек похож на Всевышнего или наоборот, как пишет Рамбом, антропофисты делают кульбит наоборот, что Бог похож на человека. В нашем образе, в нашей форме, служащий для формирования, это цитата из Талмуда, «по подобию нашему», о, и это вот самое интересное, «способным понимать и разуметь». Значит, на ибрите написано, значит, этот Раши короткий, «Ляавин» у «Ляаскиль». «Ляавин» – это понимать, «Ляаскиль» – это от слова «сехель», «Асага» – глубокие вещи, понимать по-настоящему. Рамбом очень часто, в какой-то термин «Асага» – полное понимание, в смысле полного понимания. Значит, «И будут властвовать над рыбой морской» и так далее. Это мы опускаем, нам это сегодня менее интересно. Итак, 27-ое предложение. «И сотворил Бог человека в образе его». О, что это за образ божественный? «Сотворил в единственном числе», как мы сказали, в форме, предназначенной для его формирования. Человек создан ровно, каким он должен быть. Ни амфибией, ни русалкой, ни роботом, ни рептилоидом. Именно вот в форме человека создан человек. И это есть масса знаменитых историй про Безушу из Аниполита на Украине. Значит, Рабезуша прожил очень интересную, нелегкую, бедную жизнь, был материально очень беден. Значит, и оставил после себя много историй разных и афоризмов. Значит, и Рабезуша говорил, когда, значит, я поднимусь на небо после 120, то меня не спросят, почему я не был, как Моисей наш учитель. Потому что я скажу, я был не такой умный, не такой праведный. И не спросят меня, почему я не был Аароном. Я скажу, потому что я не был конем, я не был удостоен, я бы не смог. И так не спросят, и не спросят меня, не спросят. Но спросят меня, почему я не был Зусей? Почему я не был самим собой? И на это у меня не будет ответ. То есть на все у Рабезуша будет в будущем мире ответ, а почему он не был самим собой, это проблема. Поэтому, опять-таки, Бог сотворил человека ровно тем, как он должен быть, человек. увидим ибо все сотворено речением словами десятью речения бог сотворил мир перке вот если возьмем первую главу торы там значит и сказал и сказал бог написано 10 раз если можете хотите посчитать и так ибо все было сотворено речениями а он человек был сотворен руками основки руки всевышнего комментарий на комментарий комментарий на комментарии говорит то есть человек сотворен деянием действием как сказано полагаю что на меня пять свою солны 135 мы увидим рамбом тоже в одном месте тоже цитирует это предложение он человек был сотворен печатью как монета чеканом такой вот образ что французском языке означает коин монета и также сказано изменялась как длина под печатью йо 38 глава и вся и место зац из томасом берин 38 а мудак таким образом опять-таки подчеркивается уникальность творения человека от других терения запомните это место клиокар тоже на это что-то говорит интересное в образе божьем сотворил он его на это тебе объясняется что для него для человека предназначенная форма была отображением его творца если в предыдущем абзаце раньше говорил с чем был сотворен по форме именно какой должен быть то здесь он говорит что за форма форма отображающего творца ровно так как он являл себя пророка ну немножко объясняет но опять-таки не расшифровывая раши что же это за форма и что это за чеканка чек создан печатью как монета хорошо дальше опять-таки мужчина и жизнь социал их это другая тема мы остановимся здесь пойдем дальше посмотрим комментарии другие которые у нас дает микрос долот сборник комментариев написания значит что нам пишут другие комментарии так пойдем мы пойдем мы в в рамбана нахманида нахманида это вот которого я цитировал пару роков назад относительно басилонского диспута 1263 года почему мы христиане и так считается второй комментарий по важности после комментария раши на на тору это комментарий раббана нахманида он более содержит все больше текста чем раши раши писал очень лаконично когда он объясняет они лоба тела шатоши мекраши объясняет простой смысл писания хотя очень часто цитируют мидрэшит он совсем простой смысл очень часто аллегорический рамбан же нам пишет более с точки зрения кабаны и так и сказал по образу нашему и подобию чтобы человек был похож на две эти вещи и на форму и на подобие мы все эти слова с рамбомом сегодня пройдем разберем что имеется ввиду и поэтому значит взял его тело человека из земли а с другой стороны взял дух из верхних миров которое не тело и который дух который не умирает это мы говорим бессмертная часть души которая остается после смерти и сказал значит двумя во втором предложении по образу божьему ставил его рассказать тебе чудесное чудо сотворение человека которое отличается от других творений чем он отличается других творений сейчас еще секунду мы уже почти пришли и этот простой смысл писания я нашел в текстах рады йосефа мизрахи так пишет рамбан воперуш целям к мотор объяснение целям образ увидимся что дальше что рамбом конечно цифры что сели может быть и разные идолы это тоже применяется в писании так вот образ на иврите по рамбану по нахманиду называется тор описание такое образ здесь рамбом приводит значит две цитаты из прока даниэля и одну цитату из псалмов даниэль в целям анпуги аштани окей на арамейском и псалмы тилим 39 17 ахкан бе целям и талех иш что человек ходит как образ так горит писания не так же написано что всевышний унижает злодеев очень важная цитата псалмы 73 20 кибаир целям тивзе описывает значит его внешний вид человека в дмут дмут подобия на иврите доме подобный значит это это сходство форме и в действий о здесь у нас опять таки проблема с формой до утверждается антропомофизм как у человека руки так и бога руки ноги и так далее потому что в этих делах всевышний человек они близки и вот человек похож на низшие и высшие миры одновременно бы то робе ада своим значит обликом и своей прекрасностью то есть человек это прекрасное творение в этом он похож на высшие миры а с другой стороны он близок низшим миром потому что его тело взято и вернется в афар землю в прах теперь посмотрим комментарий кликар комментарий тысяч шестых годов 17 век значит которые пишут следующее сделаем чека по образу нашему подобию написал рамбан от имени раби давида киевки что мы читали что всевышний сказал земле ты я сделаем человека опа очень интересный поворот в отличие от раши в отличие от наших мудрецов и дмитра шараба и талмуда которые от нас этом сделаем человека во множественном числе это символическое обращение к ангелам которые они восприняли буквально и стали отсоветовать за что боги всевышний кинул на землю кликар говорит нет всевышний обратился к земле не к ангелам и с ней вместе ты я нас и адам сотворим человек почему к земле потому что земля дала его урожай природный урожай в виде материи да значит а всевышний дал ей часть духовную из верхних миров и поэтому быть альмейна к дмитейну образ нашему подобию означает что человек будет похож на две вещи одновременно телом будет похож на землю а душа будет похож на верхнюю мир таким образом подобие здесь делится на две части есть подобие физическое это к земле человек взят из земли вернется всем подобие духовное это душа опять таки мы будем сейчас читать рамбома который постоянно пишет что юсадот основы за физически основы мира их четыре это воздух вода земля и огонь поэтому значит утверждает рамбом все вещи в мире сотворены в наш материалами из этих четырех и поэтому в человеке естественно сильный элемент земли он из нее взят и не возвращается и поэтому увидим что рамбом из этого выводит здесь конечно же вот это вот связь что человек взят из земли в нее возвращается в нем элемент земли чрезвычайно силен а то что сказал сказал описание что образу подобия смотрел человека это рассказать тебе чудо творение чудесное чудо творения человека что не как все остальные виды же виды жизни не как все животные человек и это то что написано что многие согласились с этим комментариям пистик лекарка комментарий с мастер века относительно поздний да значит и дальше продолжает разбирать на осы сделаем во множественном числе окей таким образом значит мы что мы увидели значит параши мы увидели скромность это сделаем во множественном числе с одной стороны да значит с другой стороны раши опять таки вот много нам говорил значит про форму но кроме того что человек создан как монета чеканкой значит особую форму мы не увидели рамбан нам рассказал что у человека есть два компонента ниши и выше значит и вот клиокар уже напрямую написал что бог обращался к земле и поэтому в чеке силен земельный материальный и теперь мы есть вопрос слегка можно я тут со всеми этими самыми безопасностями всем все повырубал народ жалуется насколько я понимаю у всех сейчас включены микрофоны пожалуйста говорите я как бы но то я все равно передает что она не смогла достучаться поэтому я озвучиваю у меня вопрос почему решит один двадцать семь нет слов подобия а два раза по образу знак вопроса дальше человек человеку предстоит создать подобия знак вопрос если нахождение души в теле окей сейчас я понял вопрос действительно человеку предстоит создать из себя человека так говорит более на поездный мидраж почему написано на все множественном числе ты и я господь и человек сотворим из тебя человека приподнимем тебя значит на некую вот духовную величину значит опять-таки два раза образы подобия это не два раза это два но два разных раза сейчас увидим как как рамбан их различает опять-таки два предложения 27 это уже постфактум то есть 26 это как бог планирует создать чем 27 27 уже создал я надеюсь я и ответил давайте сейчас посмотрим возможно будет более понятно сейчас мы будем вот изучать рамбома первую главу а значит прокомментировать вы сказали большим того всевышний тень твоя да да есть такое есть такая мысль окей можно немножко подумаю не хочу просто так у меня есть идея что ответить мне важно короче вот сказать что нам вот рамбом пишет итак глава номер один то есть это важный чрезвычайно важный вопрос вот образ и подобия что это не буквально еще раз этот мысль что знать человеком и знак выведет бог это чрезвычайно важная мысль видимо распространенная которая была тогда даже сегодня это легитимный вопрос поэтому рамбом самого начала берет быка за рогат первая глава самая первая отворите ворота пусть воздет народ правильный хранящий верность это цитата из исаева его бойцы окей глава номер один образ и подобия на иврите целем образ дмут подобия люди опять-таки люди у рамбома это простые люди простолюдины стереотипные не очень образованные которые по инерции живут полагали что слово целем образ на еврейском языке указывает на конфигурацию вещи и очертания и это мысль привела их к полнейшему саматизму саматизм это отелеснение опять-таки можно сказать антропоморфизм между ними есть большая разница рамбом опять-таки использует некий арабский термин аль-таджисим часам это тело по-арабски значит и он использует наработки аль-шахристане который вот тоже писал задолго до него с долго до рамбом опять-таки что вот некоторые только в исламе например воспринимать действительно что у бога есть там какая-то телесность и так это привело к полнейшему саматизму к телесному пониманию из-за его речения из-за его предложения сделаем человека по образу нашему бэцельные ну и по подобию нашему к этому и они эти люди простые подумали что бог обладает человеческой формой то есть конфигурации и очертаниями и это заставило их сделать вывод о полнейшем саматизме они уверовали в него как говорится сам придумал сам поверил классика жанра и считают они простые люди что отказавшись от этого верования нет не просто они в это поверили считать что это их важное интеллектуальное достижение ибо есть от этого отказываешься они объявили ложным текст писания получается что писание говорит неправду торак сообщает нам какие-то него неправильные неверные живые вещи да поэтому значит это не просто люди которые что-то выдумали это апологеты писать они так тору понимают и из-за этого не могут отказаться от своего значит неправильного понимания такие апологеты защитники торы и даже если бы сделали они божество несущим не несущим что-то несет они существующие если бы она не было телом обладателям лица и рук таким же как они сами пока как по конфигурации и по очертаниям разве что согласно их фантазиям более крупный великолепно по мысли этих людей всевышний он бой он конечно великолепный он крупный сегодня мы сказали он крутой на тогда так не говорили но вот да и это вытекает из писания люди бьются записания да они и значит еще и материя его не есть крови плоти то есть бог конечно не крови плоти должен это уж понятно даже простым людям тем не менее он материален так вытекает из текста и мы защищаем этот текст вот предел того что они считают очищением представления бога это вот такой интеллектуализм на площади интеллектуалы толпы у меня также вопрос если бог обращался к ангелам советовался с ним по поводу создания человека то почему при этом человек появился быть по образу подобию бога ангелы ответили отказом за плохих качеств века каком тогда образе подобие идет речь окей значит мы увидим рамбом про это будет писать что ангелы похожи в чем-то на человека и человек в чем-то похож на них на ангелы поэтому опять таки в христианстве ангелов рисуют похожими на людей просто с разными крыльями или с другими ногами ангелы почему были против потому что в человеке видели конкурента да значит за нижний за мир и за общение со всевышним есть аналогичный медраж когда значит бог спрашивает ангелов уже в книге шмот перед дарванием торы дать ли тору человеку смысле евреям уже не все мы только и время и то же самое спросил ангелов сказали ему сыну женщины дать тору смысле материальному созданию эритический вопрос конечно же нет нельзя давать чеку тору на небесах нужно оставить сказал всевышний ответим моисеев сказал моисей что написано в торе не укради у вас есть кражи среди вас написано не прелюбодействуй у вас есть притяжение к мужчине или женщину смешно тора на тора жизни дана для земли она не для вас так значит согласно аналогичным медрешу моисей доказал что нужно давать тору людям но в любом случае есть некая конкуренция не скрываемая много раз между людьми и ангелом и она это известная линия проходит медражах поэтому видимо это один из ответов на читание пишет что ангелы малахим очень узко специфическое правление всевышнего сто процентов так мы увидим если уж рамбом подробно разбирает даже отдельные слова уж конечно пишет про ангелов не сомневайтесь у арам бама не одна глава посвящена ангелом что это и как пройдем и так сначала рамбом описывает нас проблему да значит что люди воспринимают текст торы даже если не буквально что у бога нет крови и плоти но все-таки материально потому что как написано в торе это такие вот апологеты простодушные защитники торы только бог он более великий великолепен и более крупный а иначе это не состыковывать с историей с их понятием простых людей впрочем насчет того что должно быть сказано по поводу отрицания телесности утверждения истинного единства здесь нужно немножко сказать что такое истинное единство может быть не истинное единство рамбом используя значит арабский темы рваха да не единство бога которая подраздает абсолютно уникальность то что мы говорили в прошлом о предыдущем пункте его он един нет подобного единство ему единственность то есть отсутствие чего-либо подобного или сравнимого у нас нет аналогов чтобы сравнить единство всевышнего с чем-то другим так же как и абсолютную простоту то есть отсутствие внутрь выделения сложности мы говорили единство всевышний похоже на другие единства даже возьмем какую-нибудь любую материальную вещь которая не делится там на куски стол тем не менее он состоит из молекул на то есть поэтому мы можем теоретически представить в голове и даже может до кого-то уровня разобрать стол там на какие-то мельчайшие кусочки всевышним это не подходит всевышнего и в единство нет аналога из-за положения единства бога дедуцирует целом и нематериальность мы говорили что пункт 2 и 3 собственно сущности три пункта первый что бог творец второе что он единый 3 что мне материален он метафизичен да это пункты которые дедукции один выводится из другого каждое следствие предыдущего да значит и отсюда же следует отсутствие сущных сущных априбутов это рамба будет говорить дальше окей поэтому истинное единство это вот абсолютная простота и абсолютная уникальность невозможность сравнивать с чем-то другим и доказательство этого истинного единства бахадания ты узнаешь из настоящего трактата всей этой книги только начало первая глава здесь же в этой главе про образы подобия наши замечания касаются объяснений понятия целем образ и дмут подобия и так я утверждаю рамбом для того что общеизвестно среди широкой публики у помашек а публика это вот наши патриоты простые не очень обученные как фо как форма то есть конфигурация вещей очертания в резком языке с особо именно и так для формы и в резком языке в рите есть особое имя и она это имя товар товар облик вид переводе на русский сказ например красив станом и красив лицом это про иосифа значит написано что иосиф был красив станом и красив лицом собственно написано про его мать про хришна была красива станом и красива лицом и иосифа и сын тоже самое так вот стан тело в целом значит образ человека и урахель иосифа написано тор красив станом тор красив лицом это конкретно что лицо красиво да значит по ним каков вид его таро видом как царский сын другая цитата из из шуфтин из судей и об искусственной форме даже об искусственной форме не о чем-то существующем на самом деле говорится значит цитата спрока исаи очерчивает его это рэу резцом и цирка начерчивает его то есть всевышний там некую форму циркулем обводит это вот тор шило его форма очертания это выражение форма тор абсолютно не применимо к божеству до убежем спасом сам от этого поэтому и так вместо двух сложных слов образ и подобия рамбом нам чтобы жизнь была совсем тяжелый медом не казалось приводит еще 3 третью дефиницию тор обликвит и это описывает вот то что люди вот эти вот простые патриоты защищая всевышний приписываем телесность это на самом деле тор вид описывает человека или что-то телесное слово целем образ напротив применяется в природной форме я имею ввиду тот эдос эдос опять-таки это аспект суть эдос посредством которого вещь субстанционируется воплощается и становится тем что она есть то есть становится юристой сущности качестве всего сущего в скобках опять-таки мы говорили эдос греческое слово его можно очень по-разному переводить как по-русски вещь многозначные деньги по-немецки по кстати по аристотелю переводы до совета суть бытия суть самого предмета в человеке таковым эдосом сутью человека является то что происходит человеческое постижение асага полное понятие именно в виду этого интеллектуального постижения сказано чеки по образу божию бы целим луким сотворил во баралку вот нам первый ответ что же это за подобие божья это интеллектуальное постижение человека главная суть человека главный эдос главный аспект главная суть бытия человека это интеллектуальное постижение здесь проявляется подобие божественные соответственно мир один рамбом и поэтому сказано образ их унижаешь ты это цитата из псалмов где 73 псалом ангимы где значит описываются злодеи как они успевают очень похожая картина на книгу йова то что мы говорили а под конец написано образы ты унижаешь образ злодеев цель мам ведь уничтожению подвигается именно душа то есть видовая форма человека они конфигурации частей тела их очертания то есть бог наказывает злодеев он унижает их душу потому что они злодеи данную речь не идет о том что он унижает всех людей как форму как вид видовую форму и да значит и также он не наказывает очертания тела не наказывает части тела а он наказывает душу человека да так как это его главная суть человека главное это то что написал цель давид аналогично этому я утверждаю рамбом что причина по которой идолы упоминаются в писании цлами образы состоит в том что искомые в них это их предполагаемый эдос о них конфигурация чертами то есть выдалах есть что-то внутреннее что они выражают они сейчас мы видим что сделали там из золота или у них такие формы или такие мы знаем филистимлян например они верили в догона так как они были народами моря приехали из крита египет в израиле финикию да значит у них был значит получек полу рыба вот и золотой такой и сякой у него была форма была конфигурация но главное не это значит поэтому значит вот этот вот искомые в них это вот их суть что они выражают никого и дал некая долопоклонств некую идею они конфигурация чертами то есть неважно это бог рыба или такин товар опять-таки у персов да значит зовут были полу люди полу кони и так далее это все разные конфигурации но смысл значит определенные каждый вкладывал разные в этих идолов поэтому интенции у идолов направлением был эдос устранение вреда причиняем она ростами они конфигурация на рост руки это значит некая вот история мы сейчас не будем изучать как ковчег попал лет пленк филиш темлян и был потом вернут но если нельзя избежать признания того что об изваяниях на роста в их изображении говорится по поводу конфигурации чертами то придется считать целым образ многозначным или неопределенным относящийся как видос к видовой форме так форме искусственно видовая форма это например вид человек вид кошки до вид идолы дарис некий вид до рамбом называть видовой формой форма этапе он складывает это опять-таки не обязательно физическую форму как мы складываем это по-русски а форум искусственный ей подобный конфигурации очертанием природных тел по данном случае форма эта конфигурация внешне менее так что так что в предложении сделаем человека по образу нашему будет подразумеваться видовая форма видовая форма вид человек что чек не один есть вид класс люди и это видовая форма является чем интеллектуальное постижение а не конфигурация чертами рамбом снова защищаться к тому что сказал да значит на предыдущей странице да значит первое да что главным эдосом главной сутью человека является интеллектуальное постижение осага полное понятие а здесь же относительно образа выходит то же самое то есть и образ и суть человека это интеллектуальное достижение и так мы объяснили тебе разницу между словами целем образ и тор облик вид и объяснили в чем состоит эдос образа и так целем образ это некий класс вид подвид и так далее тор это облик облик человека как нам кажется да то есть понятие каким у нас памяти да и мы сказали в чем эдос образа в чем центральная суть значит человека что же касается подобия образы подобие есть еще одна дмут то это имя существительное от слова дамы быть подобным походить на иврите и означает помимо внешнего сходства также и уподобление духовное подобие есть духовное подобие не обязательно физическое в эдосе например есть псалмах значит есть псалом 102 предложение 7 есть предложение ведь стал я похож на пуст на сову пустыне дамите тот же корень далит моим не подразумевается что автор царь давид уподобился сове крыльям и перьями но скорби его подобно скорби совы то есть вот это вот подобие которое приводит например царь давид 102 псалме он стал подобные сове пустыне это духовная скорбь да он очень огорчен очень расстроен он скорбит а не то что он физически стал не похож подобное этому ни одно дерево в саду божьем не было подобно даме ему в красоте это опять-таки цитата из ухескеля но относительно нашего вот дерево познания из 2 главы торы говорится о подобии в отношении к эдоса красоты аспект красоты да значит что не было подобного ему так же как она была самая красивая яд у них подобен к дмут яд змеи то есть яд не яд змеи он убивает как яд змеи это другое что то другое но есть подобие как то убивает так и это то есть или есть подобие например я как сова в трауре яд убивает как яд змеи или наоборот анти подобие не было ничего подобного этому дереву он подобен льву жаждущему терзать другая цитата из другого псалма 17 псалом дим юно опять-таки подобен как но не физически не он не похож на льва все эти употребления по эдосу по смыслу по сути они по конфигурации не по очертаниям да то есть и даже не по смыслу да то есть духовное подобие дома подобен а подобие что касается аспекта эдоса превознесенности величия они квадратной формы престола всевышнего его толщины и высоты его ножек как полагают убогие это же относится к речению подобию дмуджи вон то есть у нас на прошлом уроке че зачитывали да значит про разных ангелов что у них там разные имена них разные духовные уровни есть опять-таки у пророка в описании престола славы всевышнего там толщина высота его ножек так вот люди которые понимают что это буквально рамбом их уже напрямую не толпа называет не инерции и простолюдины называют убогие то есть это абсолютно неправильно да поэтому опять таки это вот все это суть подобия поэтому вот это вот подобие это некая духовная параллель не буквальная да и даже не физическая пара я стал как сова как лев конечно нет вид и ввиду того что человек выделен выделен отделен обретающимся чрезвычайно удивительным эдосом аспектом который не было в котором не обладает ничтое существующего под сферой луны мы говорили наш нижний мир нам бы рамбом называет миром под сферой луны и чем же человек выделен чем другие не обладают интеллектуальным постижениям в коем не участвуют ни чувства ни телесные органы и так настоящее интеллектуальное достижение для мне чувствуют ни органы ни чувства то есть грубо говоря это такое вот объективное достижение не там я в хорошем настроении в плохом настроении повлияло в любом настроении да значит я пойму то что пойму да то есть поэтому опять таки то есть подчеркивается объективность осага вот этого понятия это абсолютно объективная вещь она может быть у разных людей кто-то там смеется кто-то грустит но и все разные люди с ментальностью с характером с привычками культурой поколением география политическим строем и так далее все люди согласятся да что они что-то вот общее понимают да и эта штука вот это понятие оно объективно не участвует ни чувства ни телесные органы ни другие разницы и это вот интеллектуальное понимание уподоблено человеческое постижение божественному постижение которое не пользуется никаким инструментом таким образом опять таки мы снова видим что рамбом возвращается как с образ слова образ так и подобие как ни странно все приходит в одно и то же все пути ведут книг к интеллектуальному постижению и из-за этого то есть из-за божественного разума соединяющегося с ним сказано человеке что он человек создан по образу бога и по подобию а не из-за того что бог обладая будучи телесным обладает обликом вот такой вывод еще раз поэтому значит есть божественный разум там играли абсолютная воля да вот это вот ажбаха протит ведение мира есть человеческий разум и в этим этим разумом постигающим объективно мир вне зависимости от чувств телесных органов и всех разниц между людьми это есть вот это подобие про которое говорит тора а не обратная идея если у человека с тела то и у бога я сделаю окей я здесь остановлюсь опять таки это только так сказать часть вопросы вот это потому что я сказал и опять мне кажется что у всех открыты микрофоны и чат только включен поэтому пожалуйста если кто-то хочет шалом 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 я заметил что вы избегаете передвигающих слов или с русским идея почему можно 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 переводить идея мне просто удобнее пользоваться словом аспект но опять таки мы сказали что по 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 аристотелю эйдос это суд всего можно сказать главная идея конечно это платон верно скорее да чем нет я не помню но опять так еще раз это слово настолько многозначное опять таки там люди сделали себе доктораты и профессуры только на этом слове в 19 веке поэтому опять таки мы не будем в это углубляться опять таки рамбом приводит его по-гречески ман мани вот и вон вперед как иньян дело да то есть опять таки суть идея аспект это все верно это все правильно значит окей если нет тогда вопросов пока тогда быстренько забежим в рамбом вопрос тани рамба по термином человек имеет ввиду дам решен или чека после разделения рамбом по словам человек имеет ввиду человечество мы видим по словам пишет вид вид человек да то есть это все люди и мужчины и женщины и живущие тогда и живущие сейчас это вот именно под вид человек отличающий от видов животных он постоянно проводит эту мысль вот это вот видовое отделение у рамбом очень-очень много раз упоминается путеводителя тогда коротко забежим в его галахический сборник в мишне тура что он нам здесь рамбом пишет на этот же вопрос мы сказали опять таки что главный критерий иудаизма это аллаха там главные ответы когда в талмуде или с документаторами и споры и поэтому здесь рамбом коротко в мишне тура описывает то что он длинно нам объясняет победе забудших и так мишне тура первая книга книга знания опять-таки значит уже четвертая глава и уход если да и тура основы знаний туры 8 8 душа всякой плоти это форма которую дал бог а превосходящее разумение обретающая в душе человека есть форма человека совершенно своем разумении и об этой форме сказано в торе сделаем человека по образу нашему по подобию нашему то есть таким чтобы у него у человека была форма разумеющая и постигающая разум и лишенные материи что к разум лишенной материи это ангелы это вот рамбом вот эти вот халим невдалим разделенные разумы это опять-таки с одной стороны каждый чек поддельность его разум поддельность его интеллект а разум лишенные материи это ангелы которые ангелы есть суть форма без материи и так одно из определений ангелов то что пишет нас будущем впереди главы про ангелов ангел это форма без материи еще раз рамбом за форма не то что мы называем форма да он называет душа всякая плоть эта форма которую дал еду может лучше сказать по-русски формация да и тем самым и тем самым человек человек уподобляется им вот этим вот разделенным разумом и не сказано это о форме воспринимаемые глазами то есть арте но шискулах и других штаньях тела ибо это минуется обликом не образ а облик да то что вот написано про рахель и оси то что у них было лицо да вот у них рот но скулы и другие части это было красиво это называется облик не образ юра пишет что форма это аристотелевский термин ему понятен сто процентов еще раз в этом плане конечно же рамбом конечно же близок аристоте и это не душа обретающая обретающая у обретающего у всего кто обладает жизнью посредством который человек ест пьет производит потомство ощущает размышляет она как но это разум который есть форма души и так разуме с форма души а о форме души говорится по образу нашему подобию нашему поэтому вот вам еще один ответ по образу нашему подобию нашему уже в мишне тора халаха это короткое определение образ наши подобия наш это форма души не просто что есть душа кому дискор если у животных душа или нет спойлер там есть частица божественная души это вот истории как там собака шла через всю америку пришла к своему дому кошка там и так далее так далее этого частица души у животных но не в не только сам факт что у человека есть душа возможно какая-то живу невозможно животная душа и все животные но особая душа у которой нет никакого подобия которая похожа чем увидим волей и свободой выбора о это уже главный спойлер вот более свободой выбора душа человека похожа на всевышний в этом главное подобие и эти формы называются душой или духом поэтому нужно внимательно относиться к толкованию этих имен рамбо имеют ввиду образ подобия лик облик это все разные имена чтобы не впасть в заблуждение как мы сказали вон нас простые люди которые патриоты торы за тору всей душой дарся на чечек бога порвут кого-то да в торе написано все каждый из кристи им каждое имя которого должны возняться на основании контекста основании контекста поэтому контекста рамбо постоянно сравнивает вот эти же однокоренные слова и сторы из псалмов из пророков и вот то что он выводит упоминаемая форма души не составлено из стихий я напоминаю стихи это четыре вода воздух земля огонь да это четыре материальные стихии чтобы распаться на них рамбо пишет в другом месте что так как все четыре стихии основы материальные соответственно поэтому тело человека состоящее из них оно тоже материально но не вечном должно распасться душа или форма души как он напишет она не составлены из четырех стихий и поэтому она вечная она не распадается души и поэтому когда распадается материя которая составлена из стихий из четырех стихий исчезает жизнь и жизнеотворный дух поскольку он существует только вместе с телом и нуждается в для всех своих действий даже когда и не пересекается пересекается эта форма но она эта форма души разумеет постигает разума этот отдельный разум и других людей ангелов так со всевышнего память отделенные от материи и разумеет творца душа разумеет творца и прибывает вечного веки веков то есть отсюда рамбо будет вечность души 9 и об этом сказал царь соломон книги излагающий в мудрость экклезиаст к или и возвратиться прах в землю чем он и был материальная основа земля мы сказали а дух который не эти четыре стихии возвратиться к богу который дал 2 экклезиаст 12 7 я думаю здесь мы остановимся значит рамбом нам дал уже несколько интересных мыслей мы продолжим опять-таки эту первую иглу немножко вторую да значит поэтому мы видим что рамбом в пух и прах разбивает представление простых людей которые за тару и очеловечивая всевышнего одном месте вас на прямую называют убогими значит поэтому вот это вот подобие про образу подобию всевышнего это подобие интеллектуальное духовное это подобие души это не физическое подобие то есть из всех мыслей про метафизику да и то что всевышний не телесен вот это самая первая глава с которой любой столкнется потому что кросс книгу станет по хрену первую прочитает рамбом берет быка за рога и разъясняет что подойдет духовность но материально все вопрос а скажите еще раз определение ангела одно из определения одно из у нас будут на это не один урок значит определение короткое которое значит рамбом дает в мишне тура в первой книге знаний 4 глава восьмая аллаха она довольно длинно тут согласно звучит так сейчас я вам найду что ангелы это разумы лишенные материи вот мне сразу ассоциация с мыслью нет это то что мы говорим что мысли порождает ангела что ангел это мысль поэтому нужно думать хорошо мы изучали йова который поступал правильно но мыслил там проблематично и это порождало разные вещи и разные проблемы да короче фильтровать надо иначе там родиться что-то не то а вот интеллектуальное постижение мне хочется как бы чего постижение это может быть все что угодно опять-таки окружающий мир себя божественность да то есть это вообще это интеллектуальное постижение понятия понимание полное правильно ведь мы увидели что йов неправильно спринимал мир то есть он был хороший человек но мир воспринимал неправильно и вопрос который вы можете потом ответить по поводу если человеку но как видовому индивидуум или как сейчас я дико извиняюсь просто у меня уши уже в разных местах так мы заканчиваем до последний вопрос они мы заканчиваем да хорошо больше вопросов нет хорошо тогда всем счастливы до свидания пока 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 извиняюсь что я не